Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз Церковный календарь» Сегодня среда, 22 февраля по новому стилю или 9 по старому. «Продолжается сырная неделя. В пище мы воздерживаемся только от вкушения мяса. Но в духовном смысле мы все ближе приближаемся к деланию Великого Поста. Литургия сегодня не совершается, и впервые в этом году звучит молитва Ефрема Сирина. И мы совершаем отдание праздника Сретения Господня, а также творим память». Священномучеников Маркелла, Секилийского, Филагрия, Кипрского и Панкратия Тавроменийского, епископов I века. Мученика Никифора из Антиохии Сирской III века. Преподобного Панкратия Печерского в дальних киевских пещерах, подвязавшегося в XIII веке. Преподобных Никифора и Кеннадия в Ажиозерских подвижников XV-XVI века. Вспоминается обретение мощей святителя Иннокентия Кульчицкого, епископа Иркутского в 1805 году. И обретение мощей святителя Тихона Белавина, патриарха Московского и всей России в 1992 году. Совершается память пострадавших в начале XX века, священномучеников Василия Измайлова и Иоанна Фрязинова, пресвитеров. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы уделим время преподобным подвижникам северных земель конца XV-XI половины XVI веков, преподобным Геннадию и Никифору в Ажиозерске. И первый, и второй были учениками известного отшельника преподобного Александра Свирского. В Ажиозерскими они называются потому, что положили начало пустынной жизни в Ажиозере. Преподобный Геннадий был сыном богатых родителей. Раздав по заповеди спасителя имение свое нищим, он отправился к преподобному Александру Свирскому. Преподобный Александр, хотя и не хотел принимать к себе Геннадия, но должен был уступить его неотступным мольбам. Пожив некоторое время в обители преподобного, Геннадий решил найти для себя совершенно уединенное место. Таким местом им было избрано в Ажиозеро. Здесь он и подвязался до самой своей кончины 8 января 1516 года. Осталось от него предсказание о том, что на месте его уединения будет устроена обитель. И вот родился в Важеском погосте поблизости от реки Свирий будущий преподобный Никифор. О детстве и юности его сведений не сохранилось. Известно только, что он происходил из благочестивой крестьянской семьи и в доме родителей был научен страху Божию. В то время весь Оланецкий край был полон славой о высоких подвигах и благочестии преподобного Александра, уже основавшего на реке Свирий обитель в честь живоначальной Троицы. Никифор прибыл в обитель уже иноком около 1510 года и был принят преподобным Александром в число братьев. Несколько лет прожил преподобный Никифор в Свирской обители. Преподобный Александр видел его добродетели, понимал духовную пользу, которую приносил братье Никифор, благодарил Бога. Когда преподобный Александр возложил на святого Никифора послушание отправиться к преподобному Кириллу в пределы Белого озера в обитель Воскресения Христова и испросить у игумена благословения и молитв, побеседовать с ним и поучиться от него монашеской жизни и устава монастырскому, то с радостью принял Никифор поручение послушания и отправился в далекий путь. Через несколько дней он благополучно достиг западного берега озера, где расположено село Кобылина гора в двух верстах от обители, лежавшей на противоположном берегу. Наступал вечер. Путник отошел к лесистому северному берегу озера и там заснул. Между тем преподобный Кирилл в это время совершал в своей обители вечернее келейное правило. Окончив его, подвижник один направился на берег, взял небольшую лодку и отплыл к северному берегу озера, где почивал преподобный Никифор. Отсюда они переехали в монастырь Новоизерский, где преподобный Никифор пробыл восемь дней, разделяя молитвенные подвиги монастырского братства и услаждая слух свой поучительными беседами игумена. Вероятно, вдохновленный первым своим путешествием, преподобный Никифор решил совершить свое паломничество в Киев. Преподобный сказал об этом своему игумену Александру. Преподобный Александр опечалился. Он не хотел разлучаться с добродетельным старцем и начал молить преподобного Никифора, чтобы он пребывал с ним в монастыре, пока Бог не разлучит их. Но преподобный Никифор не преклонился к его молению. Со слезами расстались преподобные старцы. Из путешествия в Киев преподобный возвратился с горячим желанием устроить собственную монастырскую обитель и, вероятно, в таком намерении был поддержан преподобным Александром Свирским. Обходя и осматривая различные места на родине, святой Никифор остановился, наконец, там, где не так давно окончил свое земное странствие преподобный Геннадий и, исполняя предсказания святого подвижника, основал на этом месте монастырь и в нем храм во славу преображения Господня. Много лет отдал преподобный свои обители, построил десять келей, очистив место от леса и осушив болото, и испросил царскую грамоту на владение окрестной землей. Окончив таким образом давно заботившее его дело, преподобный, окруженный собранной им братьей, мирно скончался 9 февраля 1557 года. В начале XVII века Аланецкий край был опустошен бродившими повсюду иноземцами. Разграблена была и обитель, устроенная преподобным Никифором. Иноки прогнаны, а имущество уничтожено и увезено. Но память о преподобном Геннадии и Никифоре не исчезла. Когда миновали опасности, над общей могилой преподобных была восстановлена часовня, а потом мало-помалу восстановилась и обитель. В 1846 году она получила самостоятельное существование, а в 1854 году ей было дано разрешение над мощами преподобных построить храм на месте древней деревянной часовни. Но в лютую годину безбожных гонений в 1918 году пустынь была снова закрыта, а имущество передано местному совхозу. Лишь в 1991 году монастырь был возрожден как женский. Были восстановлены Преображенский храм, колокольня, каменный зимний храм всех святых и надвратная церковь преподобного Иоанна Рильского. А с ноября 2000 года монастырь был снова преобразован в мужской. Преподобные Геннадия и Никифоря, молите Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители!